Сегодня я покажу, сможет ли моя солнечная станция зарядить электромобиль. Сегодня солнечный день, самый короткий, 22 декабря, ясное небо, панели полностью освободились от снега, поэтому будем экспериментировать с зарядкой электромобиля. В общем, у меня вот такая переносная станция зарядная, с регулировкой ампер и времени. Вот, у меня значит на 8, на 10, на 13 и на 16 ампер. Начнем испытание с 8 ампер, сейчас 12 дней. Ну, поехали. Так, все, мы зарядку подсоединили к машине. Сейчас посмотрим, сколько в машине нам показывается. 1,6 ватт. Ну, в принципе, так и должно быть. Сейчас посмотрим, сколько у нас дают солнечные панели. Время у нас сейчас 12 дней. Солнышко прям по диагонали напрямую на панели попадает. Ну, тем не менее, что-то должно давать. Вот, что у нас выходит. Значит, потребление в доме у нас киловатт 800 ватт. Из коммунальных мы получаем 327 ватт. А солнечные панели нам дают 366, ну, 365 вольт, 4 ампера и 1 киловатт 480 ватт. Значит, мы недополучаем где-то 120 ватт, чтобы перекрыть полностью зарядку электромобиля на 8 ампер. Ну, подождем, через час будем повышать ампераж. Ну, и, скорее всего, повысится у нас мощность солнечной панели. Так, прошло полчаса. Потребление у нас 1 киловатт 850 ватт. От коммунальных получаем 230. А солнечные станции нам дают 1 киловатт 600 ватт. Ну, уже, получается, почти вышло на ту мощность, которая нужна для электромобиля. Электромобиль заряжается 1 киловатт 600 ватт. Сейчас будем увеличивать до 10 ампер. Посмотрим. Вот у нас, получается, показывает 8 ампер, но при зарядке не переключается. Надо отключать, чтобы увеличивать ампераж. Сейчас отключим, увеличим и опять подключим. Вот, увеличили мощность до 10 ампер. Показывает 9,7 ампер и 2,07 киловатта. Что показывает машина? Сейчас посмотрим. Машина показывает, что принимает 2 киловатта. Посмотрим теперь на солнечную станцию. Потребление у нас выросло до 2 киловатт 260 ватт 605 получаем от коммунальных сетей. А солнечная станция нам дает 354 вольта 4 ампера 1 киловатт 640 ватт. Но пока так, это через часик, еще снимем, посмотрим. Прошло около часа. Потребление у нас 2 киловатта 300 ватт. От городских сетей получаем 420 ватт. Солнечная станция нам дает 340 вольт 5 ампер 1 киловатт 850 ватт на данный момент дает. Посмотрим, сколько потребляет машина. Машина потребляет 2 киловатта 200 ватт. Сейчас. Ну, будем сейчас повышать тогда ампераж до 13. Вот ампераж мы повысили. 12,8 ампер. 2 киловатта 760 ватт дает. На машине сейчас посмотрим, сколько. Ну, машина округлила цифры. Машину показывает 2 киловатта 800 ватт. Потребление выросло до почти 3 киловатт. 1 киловатт 130 ватт принимаем от города. Станция дает 543 вольта 5 ампер. Также и остались те же цифры. 1 киловатт 830 ватт. Причем хочется отметить, что солнце все равно светит под углом. Хоть сейчас и почти 2 часа дня. Оно сейчас в пике. Поэтому на 100 процентов, конечно, станция не будет работать. Прошел очередной час. Показатель у нас следующий. 2 киловатта 800 потребляет дом. 829 ватт получаем от коммунальных сетей. 338 вольт, 5 ампер, 195 ватт дает нам солнце. А электромобиль потребляет 2,6 киловатта. Получается у нас около 600 ватт идет дефицит от солнечной станции. Сейчас на 16 ампер будем включать. Солнце, кстати, поднимается. Уже почти параллельно. Посмотрим, что будет у нас через полчаса. Вот выставил на 16 ампер. Получается 15,8 ампер. 3 киловатта 280 ватт показывает. Машине показывает 3,2 киловатта. Посмотрим, что показывает на инверторе. Солнышко, кстати, тоже так же под углом светит. Пока не на всю мощь работает станция. Потребление выросло до 3 киловатт 500 ватт. От коммунальных сетей получаем 1 киловатт 538 ватт. Инвертор показывает, что солнце нам дает 1 киловатт 930 ватт. Посмотрим, что будет через полчаса. Через полчаса надо выезжать. Будет контрольный замер через полчаса. Это у нас будет где-то через даже 40 минут. Прошло около получаса. Вот такие у нас сейчас показатели. 3 киловатта 460 ватт потребления. 1 киловатт 730 ватт получаем от коммунальных сетей. Солнце нам дает 370 вольт, 4 ампера и 1 киловатт 730 ватт. Получается, пошло на снижение. Сейчас посмотрим, как там, где солнце находится и что у нас получает машина. Машина потребляет сейчас 3,4 киловатта. Солнце уже на закат пошло. Но все равно оно светит не напрямую. Потому что панели вот здесь. Чуть-чуть все равно под углом. Сегодня, еще раз напомню, самый короткий день. Солнце получается 3,30 сейчас. Пошло на закат. Светит оно все равно не под прямым углом. Ну, как бы, буду данное видео еще снимать данный эксперимент еще летом, весной. Посмотрим, что у нас будут, какие показатели летом и весной. На основании данного эксперимента можно сделать такой вывод, что на 8 ампер моя станция справляется. Мощности хватает еще и на телевизор, и на холодильник должно остаться. Это в случае, если будет ясная погода, безоблачная. На 10 ампер хватает с натяжкой. Но уже другого ничего не включишь. Ну, это, по крайней мере, вот еще и в такую зимнюю погоду. Ну, в зимний сезон. На 13 и на 16 ампер уже идет дефицит. Ну, пока вот так. Пока увеличивать не буду. И нет пока никаких таких планов. Ну, еще какой минус, это то, что заряжать можно только днем. А днем, если только не работаешь, или выходные. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok